А сейчас к краевым новостям. Глава региона Максим Решетников принял решение реализовать масштабный проект по строительству детских поликлиник. Строительство первой в Соликамске уже началось. Подробнее об этом наши пермские коллеги. Хороший молодец какой-то у меня. Молодец. В тесноте, да не в обиде, шутит участковый педиатр Татьяна Ванькова. Здание детской поликлиники в Соликамске находится на первом этаже жилого дома. В вала и такое, что заливали соседи сверху, рассказывает врач. Кабинеты очень маленькие, места мало. И прием идет сразу двух участков у нас получается. Так что, в общем, конечно, тесновато. Неудобств хватает. Вопрос о новом здании для поликлиники поднимали давно. Планировать начали два года назад. Ну а сама стройка развернулась в этом январе. Частично уже начали монтировать каркас. Мы начали работу по подводке наружных сетей. Начали работу по лифтовой. Сейчас будут монтироваться диафрагмы. И, в принципе, все идет согласно графику. Кроме этого, хочу отметить, что в контрактам предусмотрена полная комплектация больницы. Уже через год на месте этого котлована появится новое современное здание детской поликлиники. А его мощности хватит для того, чтобы обслуживать не только жителей Соликамска, но и соседних населенных пунктов. В Пермском крае реализуется масштабный проект по строительству детских поликлиник. Решение об этом принял глава региона Максим Решетников. Кроме Соликамска, в ближайшие три года появятся аналогичные медучреждения в Кудымкаре и сразу пять в краевой столице. Я думаю, что мы очень активно займемся технологией доступа к врачу. Потому что, на самом деле, есть момент, когда формируются узкие места в поликлиниках, что формирует очередь, недовольство жителей. Ну и, на самом деле, далеко не всегда вовремя пациента попадает к врачам. Вот этот функционал мы будем активно рассматривать. Также стоит задача повышать качество первичной медицины. По мнению председателя общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края Дмитрия Жебелева, это поможет выявлять заболевание и приступать к лечению уже на ранней стадии. Это очень важно, потому что именно в поликлинике, именно на самых первых этапах, чем быстрее правильно поставят диагноз или распознают болезнь, тем больше шансов будут выздороветь и от самых простых каких-то заболеваний, и от самых-самых тяжелых. Поэтому, ну и эта работа должна быть системной. Соликамцы в целом квалификации своих детских врачей довольны. А вот удобства при медицинском обслуживании сейчас действительно не хватает. Чтобы попросторнее было, и все в одном месте, допустим, и анализы сдать, и УЗИ пройти, чтобы не ездить из больницы в больницу. Андрей Голдриев, Валерий Ермаков, Андрей Соловьев и Иван Худяков. Телекомпания ВЕТТА.